Всем привет! Детюр дает прогноз на матч второго тура АПЛ Лидс-Фулхэм. Встречаются две команды, поднявшиеся в АПЛ из чемпионшипа. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды поровну играли на обе забьют да нет и 7 раз на тотал меньше. Последние 3 очные матчи в этой паре выиграли хозяева. Перед этим были 4 ничьих. Последние 2 матча на Айланд Роуд Фулхэм не забивал. Как видим, ранние команды играли часто не за выявочные матчи и у Фулхэма было преимущество. Но в последнем сезоне тенденция изменилась. Два матча прошли на тотал больше, а последнюю домашнюю игру Лидс выиграл с крупным сухим счетом. Статистика команд. Лидс в последних 10 своих матчах 6 раз играл на обе забьют нет и 6 раз на тотал больше. Лидс не проигрывает в 8 последних домашних матчах, выиграв 7 из них. Фулхэм в последних 10 своих матчах 7 раз играл на обе забьют нет и 7 раз на тотал меньше. Фулхэм не проигрывает в последних 6 своих выездах. Как видим, на финише чемпионши обе команды чаще играли нулевые матчи. При этом Лидс можно назвать забивной командой, а Фулхэм низовой. В первом туре Лидс проиграл Ливерпулю 3-4, но несмотря на поражение, возвращение Лидса можно назвать состоявшимся. Команда Бьелсы стала настоящей головной бодью для действующего чемпиона. Гости не дотерпели всего несколько минут, заработав второй пенальти, который реализовал Салах. Похоже, что Лидс вернулся в АПЛ надолго. Дебют Фулхэма в АПЛ оказался комом. Коттеджеры в сухую проиграли дома Арсеналу 0-3. Ля Казет уже на 8-й минуте затолкал мяч в ворота хозяев. В начале второго тайма Габриэл с близкого расстояния пробил головой мяч после подачи углового и попал точно между ног Родоку. В середине второго тайма удался точный удар в дальнюю девятку у Боми Янга. В концовке матча Арсенал мог еще парочку забить, но и трех с головой хватило. Фулхэм пытался что-то придумать в атаке, но мастерство нападающих хозяев явно было мало, чтобы пробить защиту канониров. Если отталкиваться от увиденного в первом туре, то у Фулхэма мало шансов, чтобы зацепиться за очки на Эланд Роуд. Последнее поражение 0-3 было совсем недавно, примерно 3 месяца назад. За этот период в командах мало что изменилось. И это подтвердили игры команд в первом туре. Фулхэм может рассчитывать на ничью улицы только при большой удаче. Если ее не будет, команда Бьелса возьмет 3 очка. Поэтому ставка на победу хозяев за 1.70 вполне хороший вариант на этот матч. Если брать результативность игры, то здесь придется поколдовать между атакующей мочью лица и защитными построениями Фулхэма. Одно дело играть против чемпиона, который не шибко утруждает себя в защите, допуская кучу ляпов. И совсем другое взломать оборону команды, которая приехала стоять на ноль. Фулхэм ничего не показывал в атаке против Арсенала. Немного шансов у коттеджеров будет, чтобы забить голы в лице. Примерно такого же мнения и Бухи, которые дают 50 на 50 на тотал больше-меньше, и обе забьют да нет на этот матч. Но, как говорил герой Георгий Бурков в известной комедии Эльдора Рязанова, мы не будем полагаться на слепой случай. Что говорит в пользу низового матча? Первый момент. Лидс последние три игры отыграл на тотал больше. Это длинная серия для команды Бьелсы. Второй момент. Обе команды в своих предыдущих матчах пропустили по три гола. Вероятность того, что теперь они лучше отыграют в защите, выше, чем обычно. Третий момент. Лидс в чемпионшипе очень много матчей играл из разряда 1-0 или 2-0. Команды хорошо знают друг друга, часто встречались в последние годы, и теперь постараются сыграть максимально собрано, чтобы разжиться очками друг у друга. Поэтому Дядь Юра больше склоняется к варианту низового матча. По логике развития событий, хозяева должны бы добыть минимальную сухую победу. Но если Фулхэму чуть повезет, может запросто зайти как 0-0, так и 1-1. Дядь Юра выбирает связку ставок тотал меньше, обе забьют нет, победа первой команды. Самый высокий коэффициент имеет ставка на тотал меньше 2,5. 2-0-1. На обе забьют нет 1,90. На победу Лидса 1,70. Может показаться странным, но вариант с тотал меньше, по мнению Дядь Юры, ничем не хуже варианта победы Лидса. Но при этом имеет гораздо выше коэффициент. Поэтому Дядь Юра считает ставку на этот матч на тотал меньше 2,5 за 2,01 очень перспективной. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.